друзья приветствую максим из волгограда прислал посылку с образцами масла значит вот в таком состоянии она пришла видите отработка пролилась оказалась баночка с трещиной ну так описание нечитаемое можно сказать практически я перепишу потом вам покажу так отработку я перелил свою баночку это у нас extreme amg vr2 gte 020 с такими свежими допусками это sp по api оси c5 ильсак gf6 значит классическим способом обычным у меня не получилось проверить результаты получаются какие-то вообще левые поэтому я пошел по-другому я предоставил прибор управа самому определить максимальное совпадение спектров ну и давайте посмотрим что получилось вот я заложил прибор проанализировал спектр получил и максимальное совпадение получилось по маслу 85 процентов g energy racing 2060 но видимо значит многие из вас знают что подобные приборы в большом количестве использует газпром смазочные материалы газпром нефть видимо они тут алгоритм подобрали или производителем подобрал уже алгоритм под это масло с большим содержанием пауэстеров вот ну и используем видите здесь присадок нету нескольких кислотного нету давайте будем отталкиваться от того что есть значит гликоль я выставляю в нуле здесь 9 и 1 щелочное но я считаю что для ильсака 6 особенно мне кажется 8 это вообще вверх это потолок мое такое убеждение то есть из-за ограничений зольности поэтому я выставляю здесь 8 все остальные данные да есть немножко надо было подправить я потом вернусь подправлю сажу вот сравнение спектрограмм черная линия это g energy racing а красная линия это данный экстрим вы видите совпадению очень близкая то есть есть некоторые такие области которые чуть-чуть отличаются но незначительно сейчас я покажу вам области стеров так смотрите здесь примерно четыре десятки я оцениваю это восемь процентов ну я могу ошибаться но мне кажется здесь как-то не дотягивает уровень до 10 процентов чуть-чуть не дотягивает может быть ошибаюсь все эталон создан какой есть можно приступать проверки отработки это toyota harrier восемнадцатого года двухлитровая turbo 8 r fts 230 сил 5 литров картер 41000 общий пробег 2 с половиной пробег на масле 131 моточас средняя скорость 19 километров в час и используется сотый бензин от лукойла так значит подписал закладываю образец сейчас посмотрим прибор измерит спектрограмму ну и сравнить давайте посмотрим что получилось с учетом вот ну и конечно покажу вам новую оценку дополненную я думаю что будет интересно ну смотрите гликоль одна десятая в принципе туда-сюда можно пренебречь если там не замерзайка или какая-то погрешность не криминал по чуть-чуть нарастает и травание но тоже не как бы ничего криминального я так оценил это 42 процента от максимального ну и щелочное 6 и 6 по чуть-чуть понижается но в принципе видно что масло крепко крепкая и в общем то единственный момент вот здесь сульфированием это сульфа сульфатация начальная была 50 здесь 46 вот это мне честно горе непонятно ну ну не знаю прокомментировать не могу видимо какая-то вот именно вот сложности с как я уже сказал с пау и эстерами вот потому что обычным способом с кислотным там вообще к это получается кислотное очень медленно растет щелочное вообще не изменяется ну это билиберда честно говоря давайте посмотрим что произошло с вязкостью да с вязкостью видимо видно да городская езда 19 километров в час вязкость просела я оцениваю это в 45 процентов просадку по вязкости до прилично просела то есть здесь надо я в новые оценки пересчитают с учетом вязкости сейчас я вам покажу все это ну и напишите в комментариях как вам свежие вот эти оценки да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео ну и пишите свои идеи какие-нибудь может пожелания что-нибудь придумаем еще интересное ну и вот смотрите какая оценка что было что стало пробеги значит с учетом сработки нейтрализации свойств и моющих свойств это у нас 400 почти 90 моточасов и 9300 километров с учетом нитрования нарастающего масла при 310 часах уже перейдет в разряд высокого нитрования когда могут образовываться уже нерастворимые всякие отложения и с учетом потери вязкости это 290 часов или 5550 километров то есть масло прикончится быстрее по вязкости вязкость двадцатка это я бы сказал для двадцатки это вообще критичный параметр то есть если сильно будет разжижено она и так достаточно но из из остальных масел чем жиже масло тем тоньше у него пленка вот а здесь еще она разбавляется как бы несущая способность масляной пленки тоже снижается я считаю от топлива ну как бы есть исследование даже по этому поводу где сравнивается у меня где то есть могу подготовить сложно это сделать мне такой плотный график по видео значит где показано снижение несущей способности в зависимости от разжижения топливом количество топлива и от базы то есть разжижение на минералке насколько критично топливом на полусинтетике и на синтетике синтетика конечно получше будет сопротивляться но минералка самая слабая в этом отношении если еще добавить несущая способность очень сильно страдает от добавления топлива здесь получше но тем не менее на 290 часах уже это будет критически я бы честно говоря наверное все таки рекомендовал максимум не больше двухсот пятидесяти моточасов до масло видно крепкая база очень крепкая что она медленно окисляется вот но тем не менее тут уже другие факторы вступают так скажем в игру разжижение при такой режиме эксплуатации ну и не трава не все-таки тоже играет роль как я уже ранее сказал что высокое нитрование может приводить к образованию значит всяких там растворимых нерастворимых осадков с другой стороны она может загущать но это загущение ничего хорошего тоже не сулит это не не загущение масла это загущение продуктами блин окисление то есть это тоже ничего хорошего в этом нету и в общем то вот такой получился неоднозначный результат благодарю максима за предоставленные образцы все кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока